всем привет сейчас мы с вами посмотрим как можно по-быстрому установить пост qsql в линукс и что нибудь в нем сделать полезное например маленькую программу на питоне которая извлечет из таблицы в этой subd данные ну это subd часто выбирается в линуксах которые стремятся кибербезопасности лицензионной частоты этом сайте официально можете прочитать про него значит первым делом нам понадобится установить этот сервер на наш компьютер вот на этом официальном сайте мы должны посмотреть что у нас ну я буду сейчас показывать на ubuntu поэтому нужно вот этот скрипт выполнить я вот так по полочкам разбил потом опубликую детками для вас ну то есть вот этот скрип получился такой его нужно будет просто запустить в терминале и он какие нужно пакеты установят вот так это будет все выглядеть в автоматическом режиме следующая проблема это с настройкой пароли для того чтобы что-то простейшее замутить я думаю сейчас вам не обязательно мучиться и настраивать права доступа и так далее самый простой вариант рекомендует интернете это зайти файл вот с таким каталогом он будет давайте посмотрим где этот файл так вот этот файл у меня в бунту 18 на 46 яси вот тут находится и вот тут мы ставим слово истину но что локально нужно обращаться будет без пароля по сути с любым паролем в общем в трех местах ставим вот такое слово поставили и потом нужно вот такую команду сделать чтобы перезапустить сервер после сквелет вот он так перезапускается вот потом запускаем вот эту команду ну и тут можете посмотреть справку или еще что там в принципе сейчас вам пока это все тоже не нужно итак первое дело мы сделали следующее нужно установить программу с помощью которой мы будем смотреть базу данных нашу это вот pg-admin 4 программа ну считается одна из лучших из бесплатных и вот здесь мы с вами должны выбрать что у нас линукс апт типа и вот он универсальный для дебе 9 но сюда значит относится как бы я остра линус например и у бунта и всякие наши в общем вот это все надо запустить ну я сделал вот такой скрипт из вот этого всего вот так то он выглядит запускаешь так потом нужно какой-нибудь адрес свой написать для настройки программа и пароль какой-то задать это пароль будет для доступа в эту программу вот тут просто я терможали все теперь у нас эта штука восстановлю установилась вот она видите спрашивается пароль который мы выводили только что так ну и вот по сути получается здесь основная база данных вот она и в ней находится схемы но для нас можно сказать что но схема этой будет как бы база данных в разных свободы разные вот эти понятия что такое база данных схема но нам нужно в общем чтобы здесь что-то было наше а в ней были свои таблицы и и там на прихранимые процедуры и так далее что можно сделать самое простое вот так создаем либо схему и пишем вручную вот эту схему и такой вот код выполнится но лучше всего попробовать сделать из моего скрипта смотрите что вы делаете запускайте вот эту штуку с кельту вот и теперь control control c этот файл в общем вот так потом сюда оставляем вот тут у нас получается создалась схема ну тсм дыма для пользователя postgres потом в ней создалась таблица диск с двумя с тремя полями идентификатор имя диска и цена диска и добавились данные таким вот хитрым способом вот смотрите обновляем эту схему и вот теперь появилась для нас это по сути вот наша как бы база данных будет но в современных терминах это получается просто схема и вот тут таблица вот можно посмотреть да на этой таблице вот видите ну и последний так чтобы что-то тут заработало мы должны настроить значит наш питон на работу с этой супы д ну и на всякий случай переустановить эту библиотечку и без нее вот эта штука потом бывает глючит не устанавливать в общем так запустили и ждем но потом можно запустить такой тестовый пример здесь он получается это у нас база данных вас грязь вот она вот она эти вас грязь это вот она первый параметр стандартный пользователь по взгляд вот у нас также остается пароль тут сейчас можно пароль любой потому что мы настроили что любой пароль с локального компьютера подойдет это по большому счету не совсем правильно но для начинающих просто чтобы что-то заработала и чтобы начать делать это нормально пойдет вот но локал хост это наш компьютер локальный ну потом начинаем обращение к этого субд и говорим покажи нам все записи в таблице диск из схемы тсн демо вот видите диск находится тсн демо точкой разделяется схема диска и вот в курсоре будет список всех записи ну чтоб красиво было мы делаем как бы цикл и эти строчки распечатаем потом закрываем подключение базе данных вот пожалуйста видите все эти данные выявились таким вот образом мы с вами победили если у вас что-то пойдет не так то вы можете вот эту вот схему удалить самого лучшего дроп удалить каскадную так вот видите тогда она уже у вас не заработает что уже не существует ну и потом тогда она опять вот эту утилиту запустите вставить эти тестовые данные ну так просто и тогда она должна опять заработать на этом все думаю вам это будет полезно для того чтобы что-то начать с этой субтитры всем пока